Бросить кошку в воду Браконьеры используют сетные орудия ловы китайского производства. Они вообще у нас запрещены на территории Российской Федерации, но тем не менее они находятся в свободной реализации. То есть она стоит около 300 рублей, не возникает никаких проблем. Поставить эту сеть, рыба запутывается, то есть она погибает. Во-первых, сама леска, с которой она плетется, она не нитяная. Рыба запутывается, она задыхается, и она идет, она мелко, она попадает туда вся абсолютно. Совместный рейд рыбоохраны и общественников «Волга без сетей» проходит сегодня на реке Самара. Проблема браконьерства в водоемах области стоит остро, говорят они. Часто специалисты находят и брошенные сети. Мы не только спасаем рыбу, но и на самом деле очищаем Волгу от того загрязнения, которое наносят брошенные сети. Потому что когда рыба в них не попадает или попадает, они загнивают и, соответственно, становятся источником заразы для такого огромного источника питьевой воды, как наша река. Спасать рыбу и раков от браконьеров специалисты выходят каждый день. Рейды проводят не только в Нерест, но в это время поиски идут особенно тщательно. Такие рейды проводятся около 5-6 часов. За это время из воды извлекают около 400 запрещенных орудий лова, а в воду выпускают около 200 килограммов живой рыбы и раков. Обнаруженные сети и ловушки никогда не возвращают владельцам. Их в обязательном порядке сжигают. Вот так будет со всеми сетями, которые стоят на великой русской реке Волги. И раковки пойдут тоже в такой же огонь. Если удается задержать владельца сетей и раковок, нарушителю выписывают штраф от 2 до 5 тысяч рублей. Иногда, в зависимости от количества сетей и вида рыб, браконьеру грозит уголовная ответственность. Такие же проверки пройдут на Волге, реках Сок, Кривуша, Большой Кенель и в районе Куйбышевского водохранилища. Марина Матвешина, Станислав Левин. События.